Хочу рассказать два случая, которые произошли со мной. Первый случай произошел в Москве. Меня пригласил какой-то отставной высокий чин. Говорит, вот что-то случилось с его женой, она как-то на голову тронулась. Что-то плохо помнит, плохо там запоминает, плохо воспринимает и такая какая-то ненормальная. Что-то там случилось, вот по знакомству мол помоги. Я пошел с этим человеком, зашли к нему в квартиру, домой. Женщина такая миленькая, пожилая, но они-то пожилые. И вот начинаю с ней беседовать, начинаю расспрашивать, что и как. Ну и как муж меня настроил сначала, что что-то у нее там с психикой, что-то такое. Может там ей почиститься, может еще что-то там сделать для того, чтобы как бы сказать она там поздоровела там, поумнела. Вот. Ну я, будем говорить, так на нее посмотрю, так всякие. Чувствую, что что-то тут не то вообще-то. А именно, что-то мне сдается они, как бы сказать, не порчили тут. И я ей говорю, ну-ка это, давай-ка вместе помолимся. И вместе почитаем Отче наш. Начали читать Отче наш. Я, значит, говорю, она следом повторяет. И только, опа, как пелена с нее спала. То есть сразу же стал какой-то другой человек после вот этого. Муж аж удивился. Я, знаете, так понял, что муж уже думает, ну помогу там жене. Ну постольку-поскольку мы с ней живем, а так вроде как и кандидат уже у него есть на замену. А тут на тебе, жена, будем говорить, оп, что-то стало нормально воспринимать. То есть вот этот человек, как бы с него спелена спала. Ну он тебя чувствует совершенно, ну совершенно здоровым. Вот, ой, и что это там была в этой больнице? Зачем я там таблетки там пила? Ну вот такие вот вещи. И вижу муж говорит так, ну хватит, хватит, хватит. Сеанс весь этот заканчивается. Ну заканчивается, так заканчивается. Я не стал ни спорить, ни настаивать. Это они уже сами там пускай разбираются. Вот это первый случай в Москве, когда говорят одно, а на деле получается совершенно другое. Буквально-таки где-то два дня назад произошел второй случай, свежачок. Есть новичок, а есть связачок. Так вот я вам расскажу о связачке. Звонит мне мой знакомый, говорит, вот хороший мужчина, например, на лет сорока пяти. И он болеет под агрой, болеет под агрой давно, сейчас обострение, думает ехать в Ростов, вот и толку никакого. Я говорю, вы знаете, я подъеду к нему лучше, на дам, и гляну непосредственно на месте. Что, что и как. Потому что так за глаза говорить как-то непонятно. Хочется глянуть на человека, понять чем он дышит, что он делал, чем он лечился, и тогда уже как вообще живет, настроение. Ну и по внешнему виду там можно сделать и диагностику. И тогда можно уже что-то там такое советовать. Вот я к нему приехал, он мне покажет такие на руках, да и на ногах, там, странные шишки такие, понимаете. То есть они как-то вот я даже особо с под агрой то я вообще не сталкивался, но насколько я там видел на картинках, на и так представляю себе, это совершенно должно быть иное. А у него какие-то шишки такие странные, такие вот. Вот. И говорю, ну это питание-то поменял? Он говорит, поменял. Ну и что? Я говорит, ем кашки, ем то и сё, а мочевая кислота вот не уменьшается у меня. Странно, думаю, странно, странно. Ну, я там печеночку ему там помял, так посмотрел, он мне, значит, там показал. Говорит, вот эти вот шишки, они начинают лопаться и из них вот вот кристаллы мочевой кислоты высыпаются. Вот думаю, нифига себе. Ага. Ну, что-то, думаю, не то, потому что должно всё всё исчезнуть, всё уменьшится, когда человек начинает поддерживаться диетой. То есть это должно упасть, а тут чё-то тут не то. Я спрашиваю, какими заболеваниями в прошлом болели? Ага. Говорю, были там форонкулы, не было. Было там то, не было. Ангин там не было, всего не было. Вот. Ну, думаю, как-то это самое. Говорит, а ну-ка покажи-ка мне свой язык. Он так, а мне язык такой А-а-а-а. Ё-мое. А он весь белым таким густым налётом. То есть это как раз грибок Кандида уже завоевал весь его организм и просто через язык уже лезет. И сразу уже в голове, вот говорю, его там зовут, так-то, так-то. Говорю, у тебя грибок Кандида уже h Grebnis. тебя целиком полностью захватило и и будем говорить высасывает тебя и вот эти вот шишки которые ты мне показал там особенно на руках мне не понравилось такой понимаете прямо на рост как будто вот на дереве знаете когда растет вот гриб чага вот такой вот на рост ну и там кое-где еще на пальцах что рыбок кандида уже делает внутри твоего организма плодовые тела а вот это вот на пятки он показал на пятки дате там такая дырка и оттуда действительно что-то такое белое знаете как споры идет не то что кристаллы вот у меня такого впечатления как этот грибница строит под себя плодовые тела которые вот эти виде уродливых шишек на руках надо и вдобавок еще вот эти вот образовались вот из этих шишек образовались уже знаете они не язвы от дырки из которых вот сыпется сыпется вот эти плодовые тела которые считают что это там мочевая кислота вот и температура тела поднятая вот когда температура поднята общая температура это говорит о том что имеется какая-то инфекция он потом говорит да говорит был грибок был грибок там ноги воняли все это там такое было потом вроде как прошло так вот это вот дело не прошло она вновь но во внутрь ушло и перешло на следующую стадию своего развития то есть вот этот мицелий грибка он весь там пророс и начал уже под себя делать плодить плодовые тела уже значит спорами размножаться и человека используют тебя же как-то лечили смотрели то что они смотрели только анализы а так они боялись что-то там и спросить посмотреть чтоб язык показал или еще что то им это и не интересно было вот то есть когда говорится подагра на самом деле надо смотреть а что это такое на подагру это не похоже это как раз похоже на грибок и ему сделал соответствующие будем говорить рекомендации дал говорит вот в течение буквально таких трех дней ты попробуешь как только начнет ты попробуешь и получатся первые результаты тогда мы поймем что это такое и куда двигаться уже точно на сто процентов но я был просто-напросто поражен вот так вот отношением к человеку его диагностика и что там там вот на самом деле творится то есть человек думает что с ним что-то там такое происходит вот одно а на самом деле происходит совершенно иное вот об этом я тоже хотел с вами поделиться рассказать что то что говорят вот вот ты там заболел вот как но грубо говоря у тебя там воспаление легких воспаление легких там и вот более чем воспаление легких а с чего оно началось какие болезни были были ли там допустим ли шеи были ли там листы было ли еще что-то то есть это уже следствие того что много лет назад было в вашем организме буквально таки в детском и все это развивалось потихонечку и уже во взрослом оформилось в такой бутон букет заболеваний с которым надо разбираться вот как об этом прекрасно рассказал на нашем канале почтальон Печкин ну на этом я заканчиваю до новых встреч решил в лесу все это сделать на свежем воздухе благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровься и до новых встреч до новых встреч до новых встреч малахо